Привет, я Стас Давыдов. Так, что у нас тут пророки древности написали на свитки трендов? Ммм, первый Dark Souls ремастерят. Ммм, умирать еще никогда не было так хайресово. Готовьтесь к горению пердаков в 4К и 60 фпс. С HDR-ом. Кстати, по поводу горения. Do you know the way? Тут видосик прислал, и вот он про горение немного. Посмотри вот теперь, блядь, на меня, блядь. Как получилось? Говори, блядь. Я хочу разогреть еду, разогреть землей. Где ты хотел разогреть еду, разогреть? Что, где? Я землей, я копал участок, чуть-чуть поджег тупо там. А где твой автомат? Вот мой автомат. А чей автомат там остался? Туши, блядь, РПГ, нахуй, блядь. Сы на нее, блядь, воду, блядь. Как он загорелся, блядь. Как он загорелся, сука, незаведенным. Чтобы вы понимали, что происходит, и почему у чела с камерой так горит жопа, вот там на фоне в огне стоит БТР, который стоял замаскированный, и чувак рядом с ним решил погреть еду и развел костер. Не, ну дело понятное, ты не ты, когда голоден. Как получилось, говори, блядь. Разогреть еду, окопай землей. Где ты хотел закопать? Копать еду, разогреть? Что, где? Я землей копал участок. Ох, кое-кого сегодня тоже землей окопают. Ну, чтобы вы понимали, в костре, который он вот там, ну, случайно развел, полыхает техники в общей сложности на 28 миллионов рублей. Ну, как бы. Мужики, я вам тут дошика заварил. Как получилось, говори, блядь. Разогреть еду, окопай землей. Где ты хотел закопать, окопать еду, разогреть? Что, где? Я землей копал участок. Ну, если на нас вдруг нападут огромные космические жуки, то нам конец. А вообще, по-хорошему, можно нескольким солдатам сейчас шампуров раздать и отправить шашлычок жарить. Заодно покараулит это дело, а то, знаете, машина горит, медведь не дремлет. Туши, блядь, РПГ, нахуй, еду. Сы на нее, блядь, воду, хуй, еду. Так этого челика нужно тактически закидывать в тыло и врага. Главное, выдать ему достаточный запас неразогретой еды. Чуешь? Что? Разогретая еда, сынок. Этот запах ни с чем не спутаешь. Люблю запах разогретой еды по утрам. Вообще, это достаточно спорная ситуация. Ну, произошло все еще весной прошлого года, просто видос появился только сейчас. И мы уже знаем, что чела на 28 миллионов никто не оштрафовал. Но 6 месяцев в дисциплинарном батальоне он отбыл. Но БТР, который сгорел, если что, был накрыт... Маскировочной сетью и промасленным брезентом. Промасленным брезентом? А бумажки со щепочками под колеса подложить не забыли? Ладно, видимо, я просто что-то не понимаю. Но похоже, что вот это вот все, чем был накрыт БТР, это такое... Плюс 50 к скрытности и сопротивлению в воде, и минус 50 к сопротивлению огню. Ну логично, все же знают, что во время боевых действий нигде ничего никогда не горит. В следующем видосе нет ни одного горящего БТРа, но происходит все равно какой-то абсурд. Ну, допустим, это кислотный дождь, и она защищает газон, обрабатывая его щелочным раствором. Но вы все равно можете показывать этот видос всем, кто говорит, что это вы занимаетесь каким-то бесполезным говном и прожигаете жизнь. Я, конечно, не астролог, но что-то мне подсказывает, что эта женщина водолей. Это женщина водолей. А по призванию, наверное, художница. И этот замысловатый перформанс называется... До сдачи диплома осталась неделя. Надо больше воды. И вот сюда тоже. Суховато как-то. А через пару месяцев ты уже БТРы поджигаешь. Хе-хее. Не, ну может она и подушечек тайт обкушалась, конечно. Но вообще мы же знаем, как это происходит. Домработницы мексиканской эмигрантки без грин карты сказали поливать газон каждый день. Она и поливает. Все эти мгновения затеряются во времени, как слезы в дожде. А тем временем другой домработник мексиканский эмигрант без грин карты повесил автоматическую мыло-выдавливалку в доме. Эй! Эргономика. Ну, типа, решил запитать свою бритву? Нельзя же питаться с грязными руками. На. За видео огромное спасибо Лосососю, он нам его на thisishorosho.ru слэш прислал Прислал, вы кстати тоже Присылайте нам туда смешные ролики или как вы говорите это хорошо вот как это сельдерей сделала и это хорошо А теперь объявление для тех нет погодите здесь та музыка не нужна нет Да В общем объявление для тех кто не подозревал что у меня есть еще один личный канал он есть вот вот это объявление для вас да и к тому же там вот только что вышло видео про мою поездку в калифорнию и не просто так чтобы погреться а по приглашению blizzard чтобы посетить живую матчи лиги овервотч так что если хотите увидеть изнутри главный кампус blizzard за кулисье арены blizzard зала где проходят все матчи лиги немножечко интервью с джеффом капланом и немножечко моих носков со шпротами то вам по ссылочке в описании вот здесь она это тут если первый видос был хорошим коржом второй отличным кремом то вот вам вишенка на нашем сегодняшнем торте говнеца из интернетов 1 лошадиная сила нажимаешь на кнопку впрыска конского возбудителя и погнали на они дориев то это звезды на льду давайте поаплодируем великолепному выступлению ксении собчак да я знаю уже не актуально золотые же были времена все было так просто и непосредственно и ксения собчак когда-то не было кандидатом президента я просто тёлка и с лицом как у лошади но кстати дом 2 все еще идет некоторые вещи просто не меняются ладно интересно вот когда лошадь дрифтует воняет ли паленными копытами м сразу видно бабу с воза скинул уже и заносит коня и заносит коня ладно согласен это было очень плохо но я могу все исправить смотрите сейчас будет так плохо что то что было только что покажется вам цветочками супер рэп читать хотеть ты катаешь опасная если у себя конь потому что на коня ты не повесишь их конь ты наваливаешь боком вали твой обоз конь наваливает тоже называется навоз ты поддаешь козку конь поддаешь козку ты поддает козку конь поддаешь козку и это хорошо а за рандомный коммент спасибо руди channel не ожидали но он же рандомный вообще подписывайтесь ставьте луиски и жмите на колокольчик и не забудьте посмотреть видосик он вот вот он вот видосик а вот вам дттс в конце